Добрый день! Ну, я опять хотел бы поднять вопрос. Сегодня у нас 20-е годы 2016 года. Я хотел бы опять поднять вопрос о том, как нам использовать географическое положение. Россия, и как вам всем получить доход от этого. Вы не услышите таких предложений. Нет нашей академии наук, которая погрязла в плагиате. Нет каких-нибудь Алферовых, нет Зюгановых, нет нашей Домы. Нет. Тысяч депутатов, которые вы неизвестно, для чего там набросали этих талончиков. И которые вот кушают, пьют, спят на золоте. Толку никакого. Вы не услышите этого ни от Силуянова, ни от Кудрина, ни от еще толпы. Вот те проекты, которые я говорил, да, они требуют вложения, я согласен. Требуют большой работы. Ну, то есть, надо как бы пахать очень много, конечно, науку задействовать. И это трудность осуществления проекта, реально. Потому что наши КПССники, чиновники, они не привыкли работать. Значит, это вот если кто-то бы им сделал, да, в ложку-то смачную икры, вложил бы осетрина вот в ротик-то, и вот чтобы так. А они лежача на золотой парчевой постели бы кушали бы, вот только так. И чтобы этот вот, который все сделал бы, и бы это все и приписал. Вот только при таких условиях, как бы, возможно, так сказать, какое-то согласие наших коммунистов. Конечно, даже смертная казнь, по-моему, так не страшна для них, как призывы к работе, к какой-то деятельности. Вот, как бы, вот так вот. Ну, а в чем же мое предложение? Вот, я хотел бы, вот, на какой, какую, как мы можем эту информационную сеть, надо же ее сделать привлекательной. А вот как мы ее можем сделать привлекательной? Вот здесь вот офигеть, какой можно простой способ применить к обогащению и бюджетом. И бюджетом. Вот это я специально говорю, что и вам-то тоже накушаться. КПССным чиновникам можно будет, да. Но надо сделать над собой усилие и поделиться еще и с народом. Потому что кое-чего вам, без нас, вы нифига не можете. А вы вообще-то не кое-чего, а вы ничего не можете без нас вообще. Просто ноль без палочки, если честно говоря. Мы, короче говоря, не Петр Первый. Надо это знать и признать. Поэтому, как бы, вот, если локальные сети развивались, это была частная инициатива, это возникли всякие группы, люди там сами соединялись, пока вы чухались, пока вы ничего не могли, пока проявляли свое слабоумие. Вот это, как бы, и все сделали. А когда сделали, я услышал, а у нас интернет-то на хорошем уровне. А вы-то, честно скажите, вы что-нибудь хотя бы, вы что были, как Петр Первый, который говорил, ну-ка, проложите эту палку. Ходил с палкой там и лупил там всех чиновников, да, и карал за то, что не только он сказал и не сделали, а что могли сделать, но не сделали. Вот за это он говорит, а что ж там моего приказа не было, а ты мог это сделать, а не сделал. Вот, к сожалению, современному истаблишменту, вот этому вот нашему правящему, вот это, это даже непонятно, это вообще ни в какие. Ну, я перейду к конкретному предложению. Вот, такая простая идея, и так просто она бы всех в значительной мере обогатела. Ну, наверное, мы в курсе, что как бы у множества людей есть компьютеры, да, но поскольку вот Силуяновская, Кудринская, вот эта экономика породила там безработицу, ну, людям ввиду недалекости наших ночам, причем высококвалифицированным часто людям, которые могут и умеют много чего делать, а вот я знаю, как, поскольку мне не раз приходилось трудовые споры, им трудно вот со столопами работать, понимаете, поэтому рождается такая искусственная безработица. Вот, деньги раздаются, не раздаются малому бизнесу, они раздаются банкам, которые ничего произвести, кроме себя самих, не могут. Ноль. Вот, что же я предлагаю? Ну, что такое Россия? Это 17 миллионов квадратных километров. Это гигантская территория. Вот, но все там тут расписано. Золото там оппенгеймерам надо отправить, уже договорились. Лес надо еще каким-то геймерам. А там редкоземельные металлы туда, это сюда, золото туда, вот туда. А это надо там жене Лужкова там 900 миллионов надо долларов. Ну, скажем, ну, это понятно, это все как бы без этого никак нельзя. Я это все понимаю. Вот, как же без этого, как же мы без них. Да, это все надо. Ну, я так предлагаю, что вот такое предложение вношу, которое бы не затронуло, ну, никого. Ну, вот, всякий, кто понимает, хоть чуть-чуть в экономике, может ясно представлять, какой экономический эффект по всему миру могут давать точные предсказания погоды. Точные предсказания. Это классно. Я не буду сейчас останавливаться, если это потребуется, я могу раскрыть. Более того, я могу сказать, что это имеет такая информация, военное значение. Кто понимает в деривации, в артиллерии, в ракетной технике, отлично понимают все эти поправки на точность наведения и так далее, и так далее. Конечно, это существеннейшее значение для сельского хозяйства и так далее. Ну, и давайте подумаем, кто больше всего может поставить вот таких станций по миру, как не Россия, которая имеет 17 миллионов квадратных километров. Конечно, Россия может. Могло бы, наверное, и наше государство, если бы во главе его стояли не КПССники, а, скажем, Петр Первый, там, Лефорт, которые палкой бы прошлись по горбам чиновников, нашим ворюгам, там, и заставили их там шевелить. Но, как мы знаем, это нереально, это сегодня не актуально, это не одобряется, ведется пропаганда, что зря китайцы расстреливают коррупционеров, не щадят, так сказать. Мол, якобы это не дает эффект. Ну, я бы так не советовал, конечно, вот так вот демаскироваться, так сказать, и лучше было бы, конечно, эту тему замолчать. Ну, это вот тут дуда постоянно, вот это вот, талдычи, это не дает жестких мер, не надо расстреливать, ну, понятно, да. Ну, вот я продолжу. Ну, вот смотрите. А что такое, собственно говоря, такая геодезическая такая станция, ну, что ли, как измеряющая погоду станция? Это всего лишь вентилятор и направление ветра. Вентилятор даст любое, ну, число оборотов, число оборотов, так. А, как бы, ну, направление ветра также может быть определено поворотом флюгера, да, вентилятор с флюгером. Вот он вращается, вот он повернулся, да, вот он вращается с такой-то скоростью. Механизм элементарный. Ну, вот представьте, вы живете где-нибудь на шестом этаже. Пришла компания, гос или не гос, можно, господи, тем же вот получить это, ну, уж если они и есть, вот эти вот локальные компании, там, Ростелеком, электронный город, сибирские сети и какие-то. И можно еще понарождать этих компаний, чем больше их, тем лучше. Вот, и как бы, и все просто, вот, как бы они по указанию правительства, ну, не на основании распоряжения правительства, не насильно, а вот за определенную, как бы, плату приходит. Вот, и конкретно каждому предлагают установить на штанге такую ветровую установочку. Два винта, два болта, допустим, это на расстоянии двух метров, вот, висит от стены этот вентилятор, да. Также на крыше можно это установить, эти вентиляторы. Причем, посмотрите, 9 этажей или где-то 27 этажей. Вот на каждом этаже можно такие вентиляторы зависть. И смотрите, вот провод, скажем, пошел к локальной сети и к вашему компьютеру. Вот, и вот за сбор вот этой, дум ваш, вы с вашего согласия поставили, компьютер ваш, вот информация эта будет стекаться со всей, представьте, 100 миллионов домов, да, частных, не частных, таких, таких, ну, можно даже и где-то на газоне поставить установки. Кто-то может проявить инициативу или те же компании. Опять-таки, и посмотрите, и вот, как бы, вот информация вот эта вот уже потечет не только по локальной сети в единый центр, да, прогнозирование погоды нашей, да. Ну, и к вам лично на компьютер та часть информации, которая с вами создана, да, потому что представляете, какое количество данных будет поступать. Возможно, все наши жидкие сервера могут это не справляться. А ваш компьютер, ну, вот, допустим, три головы вы используете, две или четыре головы, а вы используете одну в данный момент. Вы включили, он обрабатывает, за эту обработку, то есть спущена программа на ваш компьютер, которая обработает и даст свое аналитическое состояние, да, ветра, о том, какие это. И даже, может быть, чтобы какие-то ваши выводы, даже те, кто захочет в научной работе поучаствовать вот в этом отношении, он сможет, наверное, поучаствовать, наверное, можно разработать программы. Главное, не назначить Чубайса или его брата, там, бандеровца, там, не назначить этим, как его главным. Тогда лучше ничего не делать, понимаете, потому что к еще одному разграблению государственных средств я не хочу быть, не иметь никакого отношения. Вот, поэтому, как бы так. Вот, то есть, и далее, посмотрите, какая система. Ну, вот у нас там 130 миллионов там жителей, ну, там плюс-минус, не буду говорить. А можно еще договориться также с Белоруссией, можно такие станции установить в Донецке, обязательно такие, чтобы взвыл Порошенко установить в Крыму, по всему Крыму. Посмотрите, какой гигантскую массив данных будет стекаться в единый центр, и он уже будет в какой-то мере обработан компьютером, и компьютерами, и людям особенно это ничего не будет стоить. И на свои счета они будут, как бы, должна быть разработана совершенно система, получать какие-то существенные деньги. Вот, конечно, если при существующей политической, так сказать, системе, даже если бы это состоялась программа, то люди бы получали, ну, там, с щедрой руки чубайса 0,5 копейки в год. Я же мыслю совершенно другие деньги, ну, это вот как бы надо там подумать экономист, а как эти деньги получать? Ну, не только мы в России бы более точно устанавливали погоду, причем единомоментно ее бы, так сказать, прогнозировали, да? Ну, и понимаете, какая вещь? Конечно, вот идет определенный обмен данными геодезическими вот этими состояния погоды, вот данными обмен, да? Но он должен быть эквивалентный. Со скольки станции нам дали, со стольки и мы. А у нас этих станций, ну, на порядок должно быть больше. Офигеть у нас сколько этих станций. Мы еще и можем где-то на полярных льдах поставить, понимаете? Лишь бы вот все эти затраты, они бы как бы учитывались, были видны, понимаете? То есть, все это должно в какой-то таблице на сайте отражаться, какие доходы, что сделать все это максимально открытое, чтобы потом опять Чубайс не пришел и все деньги как-то не пропали почему-то. Поэтому, как бы вот, ну, здесь, видите, предложение мое потому хорошо, потому что здесь как бы без прави, без вашей помощи существующему, как бы, меропорядку, вот этому вот установленному коммунистами, ну, не обойтись, понимаете? Вот трудно это будет обойтись, сделать. Самим это надо большие затраты и прочее. Вот, а как бы с помощью людей это можно сделать легко, потому что ни компьютеров не надо покупать правительству, ни строить каких-то специальных, ну, штанга, она там стоит недорого. Можно даже, чтобы какой-то небольшой доход имели эти локальные компании. И плюс тому, который все равно проводит вот эти провода, ну, он провел по штангу, я дополнительно, услуга, раз провел провод, да, локальный, да, установил там интернет, кабельное телевидение, и вот дополнительно геодезическая такая, ну, как бы я назову ее так, по-простому геодезическая система, да. Плюс к тому, я еще могу сказать следующее. Можно добавить даже вот такой маленький элементик, уж поскольку мы аппарат устанавливаем, да, может быть не только, чтобы он тупо снимал погодные данные, может быть и заложить вот в эту машинку какой-то элементик электрического генератора, да, чтобы он немножечко вырабатывал электроэнергии, которой, может быть, хотя бы хватало для подзарядки там телефонов, где нужно небольшое шеенапряжение, для подзарядки, может быть, даже какую-то вот сеть все равно они там вот эту вот сеть проводят, вот она как бы могла бы, такая сеть, она хороша тем, что она была бы независима от наших основных энергосетей, вдруг война, что все равно бы мы и без электричества, ну, как бы не оставались, потому что если бы это все было соединено в единую сеть, то и может какое-то существенное электричество, хоть этими маленькими ветряками бы и набиралось. Вот. Если ставить просто ветровые генераторы, да, то, наверное, это было бы просто дорого, так сказать, но мы же ставим с целью прогнозирования погоды, а это другая вещь, вот. И учтите, что на такие данные, как бы, я думаю, что платили бы многие страны, многие страны присоединились бы к этой системе, а присоединиться можно было бы только по вот той глобальной информационной системе, которую я объяснял в предыдущих видео, потому что других способов получить ее не будет. Это вот уже стимул для присоединения. То есть, ну, люди нам предлагают, давайте обмениваться там данными, давайте мы заплатим им за вот эти вот необходимые данные. Значит, что это бы давало всему миру, не только России, но более точно ветровые потоки бы вычислялись. Более точно вычислялась бы температура в каждой точке. Более точно бы, конечно, вот тут надо поработать, началось бы прогнозирование погоды по всему миру. Может быть, даже за нами бы последовали какие-то другие страны, и, наконец, мы бы не плелись в хвосте всех событий. Ну, вот такое предложение, которому, может быть, и будут возражения. Ну, я абсолютно, может быть, она может выглядеть несколько иначе. Может быть, какие-то специалисты подскажут и более лучшие варианты. Ну, реально я не вижу никаких препятствий в ее осуществлении, кроме как, может быть, и инертности мышления, кроме как нашего вот, как вот, безинициативности наших чиновников. И вот как бы вот так. Я хочу сказать, что это и был бы какой-то вклад в борьбу с какой-то безработицей. Ну, какие-то, наверное, центры бы вот по диагностике погоды образовались бы, да, где люди, не выходя из, производили бы какие-то действия, какие-то специалисты. Где-то мама там с ребенком, она не может там выйти на работу. А вот тут она бы получала как бы работу. Ну, вот как бы так. Потому что, ну, кто-то просто бы выполнял такую роль проводника, ну, вот собрал данные, скинул деньги, получил. А кто-то, может быть, занялся бы каким-то анализом полученных данных, как какой-то свойственной для этого полагающейся или прилагающейся к этому работой. Ну, как бы так. Ну, на сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok